Событие, о котором я хотел сказать, это осуждение преподавателя из Читы, который выложил фотографию Петра Краснова, казачьего генерала, на сайте Бессмертной полки. Его тут же донесли, ну ладно бы надо сразу доносить, куда следует и так далее. И якобы это размещение фотографий, которое, конечно, абсолютно неуместно, является фактом оправдания нацизма, оправдания агрессии гитлеровской Германии против СССР. Почему? Потому что Петр Краснов был, служил в вермахте. Но только люди забывают, что здесь есть определенная подоплека. Да, служил. А преступления совершены или нет? Совершены, говорят. Ну, у нас же есть историческая справка на суде, 150 тысяч штрафа присудили. На суде фигурировала только историческая справка, неизвестно кем составленная, на основании чего. Я в свое время пытался уголовное дело Петра Краснова, который попал в плен, он был сдан вместе с остальными казаками в лапы Сталина, его истязали вместе с другими его соратниками, потом повесили на проволоке, тело сожгли, прах сыпали куда-то в общую могилу и вот так обошлись с военно-пленным. Причем не в условиях войны, а после войны. Объявили, что он военный преступник. На территории СССР Петр Краснов не воевал. Значит, он преступник где-то в другом месте? Извините, какие преступления? Ах, он югославских партизан, оказывается, русские казаки гоняли их, на Восточный фронт не рисковали отправить, потому что могли бы перейти на сторону противника. И какие преступления он там совершил? Никто этого не знает, потому что уголовное дело Петра Краснова засекречено, находится в президентском архиве. И уже больше десяти лет прошло, как я пытался получить это дело и посмотреть, а что же там, за что? За что? Почему человека славили как преступника, как военного преступника? Казнили позорной казнью, истязали, чего не позволяет ни один закон. А вот этой чекистско-коммунистической сволочи, конечно, это дело обычное, поэтому обычное сейчас. Если мы не осуждаем это, если мы не осуждаем пытки в застенках полицаев, росгвардейцев, там, следственных изоляторов, колоний и так далее. Если мы это не осуждаем, то мы будем это получать. Мы будем это получать. Вот на этом примере я пытался найти, а что, в чем дело-то? Нет, мне даже в статусе депутата Госдумы не позволили ознакомиться с этим делом. Так сейчас как раз был тот самый случай, когда подсудимый должен был сказать, так, вы говорите, преступник Петр Краснов служил Гитлеру, там, в чем, во-первых, в чем состоит оправдание, если отправил картинку? Ну да, я бы сказал, что это аморальный поступок, потому что это солдат армии противника. Ну, я не знаю, там, фотографию Гудериана отправить туда или какого-нибудь Хорста Веселя, там, неуместно, да, неуместно. Хотя можно противника на войне надо убивать, а после войны надо уважать и воинский подвиг, и гений, стратега, и мужество. Это все в порядке исторической правды. Это то, что свойственно и русскому человеку, и вообще любому здравому человеку уважение к солдату противника. Несмотря на то, что между армиями пролегает смерть, но война закончилась, и теперь другие и другие оценки, и другие размышления на эту тему. Другое дело, когда военное преступление. Тогда все понятно. Здесь было военное преступление, а никто не знает. Нет. Я думаю, что и поэтому и скрывают, что не было. Потому что хотят представить русское казачество, которое эмигрировало, бежало от большевиков, как предатели, если они пошли на службу в вермахте. Ну, представьте себе, что вы живете в Германии, вы гражданин Германии. Ну, даже пусть не гражданин, но вы живете на территории Германии. И начинается война. Вас призывают в армию. Призывают. А то вы и добровольцем идете, потому что война идет против большевиков, против левых, против либералов, против олигархии европейской. Да, и идет человек в армию, он воюет так же, как и все. То есть разницы между, с точки зрения права, между солдатом советским, Красной армии, который пошел служить добровольцем или по призыву, и солдатом вермахта, который пошел служить добровольцем или по призыву, нет в правом отношении. Нету. Нету. Если не совершены военные преступления. А Сталину не нужно было, чтобы доказывать какие-то военные преступления. Поэтому убийство казачьих генералов за пределами войны, когда уже совершенно другие нормы действуют, не нормы военного времени, требовало оправдания вот этого, что были военные преступления. Их реально не было. Также атамана Семенова, который вообще не участвовал во Второй мировой войне, осудили и казнили. Но там был открытый процесс, там публиковались стенограммы и так далее. Показательный процесс. Показательный, чтобы отомстить за свой страх поражения в гражданской войне, который мог быть. И были, там вполне возможно, что были военные преступления. Что-то разыгрался ветер. Такое впечатление, что сейчас меня снесет. Но все-таки закончим эту тему. Я надеюсь, что все-таки достаточно хорошо меня слышно. Микрофон тут совсем рядом у меня, под горлом. Думаю, что ветер не сильно действует. В таких случаях мы должны, как русские люди, стремиться к правде. Стремиться к правде. И если правда не установлена, не торопиться никого осуждать. А осуждать у нас есть кого в лице судьи. Судья должен был затребовать из архива дело. Если оно засекречено, и он не может его рассекретить. А в принципе суд может и постановить, что никаких оснований для засекречивания нет. И рассекретить дело. Но даже если это не получается, то закрыть процесс, провести слушание, зачитать в полной степени, приложить в дело приговор по Петру Краснову. Выписки из уголовного дела, которое было возбуждено. Этого ничего не было сделано. Поэтому судья – преступник главный. В этой истории главный преступник – судья. Вся судебная система, она пропитана ложью, непрофессионализмом и репрессиями против правды. Репрессиями против правды. Поэтому ни от одного судьи мы сейчас, от путинских судей, мы не можем ждать никакой правды. Судья – наш враг и союзник всех преступников. И никакого другого правила в судах вы не найдете. Поэтому по доброй воле тащиться в суд, писать исковые заявления – все это бесполезно. Бесполезно, поверьте, это много раз проверено. Если в малейшей мере касается дело политики или есть выбор между преступником и непреступником, скажем, в гражданских исках, то судья будет всегда на стороне преступника. Всегда. В противных случаях, если это зависит от исхода бросания монеты, то иногда может случаться, что суд на вашей стороне окажется. Но при путинском режиме вся судебная система преступна и все судьи являются преступниками. Когда начнем с этим разбираться при русской власти, ну тогда с каждого спросится, в том числе и с судьи, который вот этот приговор на 150 тысяч вынес. Слава Руси! Господи, спаси!